Планы на будущую и бегущие справы. Старшиня Палаты представников Национального схода Беларуси Владимир Андрейченко с двухденным визитом находится в Гомельской области. В первый день спикер Нижней Палаты парламента наведал Светлогорск химволокно и речица ДРЭУ, где знакомился с вытворчастью и встретился с коллективом. С подробностями Максим Савин. Одно из главных вопросов – праца предприемства в сегодняшней непростой ситуации. Светлогорск химволокно – 75% того, что вырабляет, отправляет на экспорт. Предприемство сдорило подчас пандемии не просто не стратить, а навод нарастить объемы. Высти знайшли уж мат профильности вытворчасти. Знижение попыту на одни виды продукции компенсовали залик инших. У першую чергу нетканых материалов. Спанбонд выкаристовывать при вытворчасти медицинских масок и костюмов, причым на предприемстве к этому направку надают великую увагу. Працуют снять удосконалением оборонших уластивостей в своей продукции. Каля 30 узоров материалу, опрацованных разностойными растворами, накировали новуковцам. В перспективе – открытие новой вытворчей линии. На настоящий момент у нас проводится работа по закупке конкретной установки по производству мелблауна. Это тоже материал из полипропилена, но производимый несколько иным способом, который действительно будет на 100% обеспечивать необходимые защитные характеристики. Эта установка мощностью 400 тонн в год у нас планируется к вводу уже к концу этого года. По часу встречи с супрацовниками у Владимира Андрейченко высоко оценил работу и коллектива, и кировництва предприемства, а так само отказал на пытание. Людей цикавили пытание регулирования цены и меры подтримки реального сектора экономики. Вопросы поднимают люди, чтобы ориентироваться к будущим. Вот сегодня был вопрос по ценам, по обеспечению продовольствия. Ну, важно, наверное, услышать от первых лиц государства, какая ситуация. Ну, и для нас, законодателей, очень важно иметь вот такую информацию с мест, потому что мы ее используем потом в нашей законотворческой работе. Раджица Дрэл так само экспортно-ориентованное предприемство. Замяжу отправляют каля 85% продукции. Тут экономичное наступство пандемии отчули. Рынок просил. Предприемство простояло омаль месяц, что отбилось на показчиках. У червяне ситуация выправилася. Загрузка могутностей была стопроцентной. До конца года у планах, как минимум, полторы цвыники года минулого. Подчас пандемии рынок изменился. На предприемстве гэтым користаются. Рынок поменялся количественно и качественно, очень сильно. И у нас появились какие-то лазейки. Увеличился объем тех стран, в которые мы поставляли совершенно малое количество плиты нашей и продукции нашей. Это, в первую очередь, именно дальние страны. Америка, Канада, значит, и, допустим, тот же Египет, направление по фанере и так далее, и так далее. Они больше стали заявлять, больше работать. Это неплохо. Это альтернатива. По слову Холодимира Андрейченко, поспехово працевать зараз предприемству допомогая проведенная модернизация. Важно, что они работают в таком замкнутом цикле. То есть, все, что необходимо для производства древесно-стружечных плит, ламинированных древесно-стружечных плит, фанеры, все имеется в Республике Беларусь. А чего не было, вот этих смол, они организовали производство себя. То есть, тратить валюту не нужно. Но надо, конечно, искать новые, более премиальные рынки. Не надо терять те, которые есть, наработанные, в том числе и российский рынок. С перспективных накерунков на предприемстве разглядаются организацию вытворчасти ХПЛ-панелей и по ширине выработки мебели. Сегодня визит у Владимира Андрейченко в Гомельскую область протягивается. Спикер на Ведвое – Калинковицкий мясокомбинат. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорск, Речица.